Возникла необходимость внести корректировку в постановление правительства Республики Татарстан в какой части? У нас, как вы знаете, ранее постановлением правительства Республики Татарстан все люди, прибывающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, они получали при пересечении границ, при проезде, при проверке получали постановление, согласно которому их уведомляли о необходимости уйти на самоизоляцию, двухнедельную самоизоляцию в обязательном порядке провести. Теперь к Москве и Санкт-Петербургу присоединились все другие субъекты Российской Федерации. С чем это связано? Мы наблюдаем, что большое количество людей приезжает в Республику вахтовым методом для того, чтобы работать на предприятиях. Во-первых, всем руководителям предприятия и главам муниципальных образований в том числе было донесено пожелание и, наверное, даже не пожелание, а требование относительно того, чтобы как можно меньше привлекали специалистов вахтовым методом. А если мы фиксируем заезд сюда жителей других регионов, то они должны, или они посещали другие регионы, то они в обязательном порядке должны пройти двухнедельный карантин. Правоохранительные органы в эти дни фиксируют. Преимущественно, это, конечно, на сегодняшний день использование фиктивных справок, изготовление и использование. Так, например, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по городу Набережной Челны За минувшие выходные установили шесть фактов по использованию фиктивных справок. Ну, вот один из таких ярких примеров. 34-летний мужчина, житель Набережных Челнов, изготовил печать, используя реквизиты недействующей фирмы, собственно, изготовил саму поддельную справку, разрешающую ему беспрепятственную езду на территории города Набережные Челны, Нижнекамск, Елабога на период самоизоляции. Ну, и использовал, собственно, для того, чтобы перемещаться беспрепятственно. Максимальное наказание, которое ему предусмотрено, в данном случае, это арест на срок до шести месяцев. Там же в Набережных Челнах за минувшие выходные выявлено семь фактов нарушения санитарно-эпидемиологического режима индивидуальными предпринимателями. В частности, сейчас рейды идут и проверяют банные комплексы. Вот, например, в Набережных Челнах помещению одного из банных комплексов был установлен факт нарушения. Связано это было с тем, что администратор предоставил в аренду сауну, тем самым нарушив установленный санитарно-эпидемиологический режим. И, соответственно, тоже привлекли к ответственности. Ну, и по системе общепита, вы знаете, у нас в Казани назначен штраф порядка 100 тысяч рублей. Штраф сотрудники отдела экономической безопасности противодействия коррупции Управлением ВД России по городу Казани выявили этот факт. В центре города, одном из заведений общественного питания, расположенного в центре, сотрудники установили, что реализуют продукцию, посетителям производится через кассовую зону внутри помещения. Мы говорим о том, что это возможно сделать только на вынос, но в данном случае было внутри помещения, что противоречит и всем нормам санитарно-эпидемиологическим. 16 апреля районный суд Вахидского района, собственно, вынес решение в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Ну, и, значит, 20 апреля в Казани в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники также выявили, что в одном из магазинов бытовой техники, расположенного на улице Вишнецкого, также торговля была организована через кассовую зону, которая находится внутри торгового зала. Ну, собственно, 21 числа накануне Вахидовский районный суд также выписал штраф в размере 100 тысяч рублей. Если мы будем понимать, что есть серьезный риск, то приостановка, конечно, возможно, и руководители предприятий должны четко понимать. Еще раз о том совещании, которое состоялось буквально на днях с участием муниципальных образований. Жестко было поставлено на вид и всем муниципальным образованиям, предприятиям, чтобы они донесли, что сейчас крайне важно. Мы прекрасно понимаем, что, скажем так, нельзя останавливать деятельность крупных предприятий, они системообразующие, не только для экономики республики, но и страны в целом. В данном случае мы говорим, что приоритет — это, конечно, здоровье и безопасность людей. Поэтому в этой части и будет усиленная работа сотрудников управления Роспотребнадзора на местах, в части контроля за тем, как соблюдаются санэпиднормы. Это такой достаточно важный, скажем так, момент. Роспотребнадзора 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 Роспотребнадзора